Друзья, всем привет! В ремонт привезли очередного пациента. Это аккумулятор от электросамоката на 36 вольт с заявленной емкостью 5 Ач. Такая упаковка была на аккумуляторе. 36 вольт 5 Ач. Производитель вольта. Китайский. Китайский аккумулятор. Судя по плате, это типичный аккумулятор для многих электросамокатов на 36 вольт. Вот так он выглядит. Выполнил из 30 элементов формата 18650 неизвестного китайского производителя. Данный аккумулятор пришел полностью в нерабочем состоянии. Напряжения на его силовом выводе не было. Зарядку аккумулятор также не брал. После диагностики выяснилось, что аккумулятор был полностью разбалансирован. Мы провели балансировку, то есть выровняли все параллели. Здесь 10 параллелей. Все их мы выровняли по напряжению. Теперь, меряя в контрольных точках напряжения на аккумуляторе сейчас одинаковые. Емкость. Я проведу тестирование на емкость и покажу, какие результаты. Но это еще не самое главное. На выходе аккумулятора появилось напряжение, так как минимальное напряжение до диагностики было 2,6-2,4, что является критически низким напряжением. Также не работает зарядная часть. Вот данный MOSFET, отвечающий за зарядку, не работает. Но, возможно, не подается сигнал с микросхемы управления для того, чтобы этот MOSFET был открыт, чтобы шла зарядка. Это можно обойти, конечно, подав минусовое на минус от силового. Это для заряда. Тогда будет происходить зарядка. Но тогда не будет защиты от перенапряжения. Если данный контроллер работает некорректно, то защиты не будет. Друзья, а теперь важная информация. Заказчик, когда принес этот аккумулятор в работу, сказал, что этот весь электросамокат купил меньше года назад. Проехал примерно 20 километров. Но смотрите, что самое интересное. Аккумулятор 2019 года. Я думаю, вам видно. 2019 года. Аккумулятор. То есть, возможно, аккумулятору точно уже 5 лет. Возможно, этот старый аккумулятор поставили в относительно новый электросамокат. Заказчик на нем проехал, напомню, 20 километров. И аккумулятор вышел из строя. Был полностью разбалансирован. Давайте так. Плату эту однозначно под замену. Заменим плату. Померяем обязательно еще на плате. Померяем, какая емкость аккумулятора. И стоит ли вообще с этим аккумулятором что-то делать. Стоит ли менять плату и его восстанавливать. И так, друзья. После выравнивания напряжения, давайте посмотрим, насколько оно выравнялось. Начинаем измерять, начиная от минуса на контрольных точках. Первая точка. 4,12 вольта. Вторая. 4,12. Третья. 4,13. Четвертая. 4,12. Пока ровно. 4,12. 4,11. 4,11. 4,11. 4,13. 4,12. Итак, друзья. Напряжение ровное. Померили токоотдача. Вот единственное, что удерживает от того, чтобы не отправить этот аккумулятор в утиль. То, что токоотдача 15 Ампер в минуту держит элементы, при этом не нагревается. А самое главное, внутреннее сопротивление каждых из сборов. В каждой сборке по три элемента. Внутреннее сопротивление примерно одинаковое. Правда, соответствует 22-23 милиома, что соответствует средне-токовым элементам. Но что самое главное, на всех параллелях оно одинаковое. Начинаем разбирать плату. Начинаем с плюсового вывода. Пр�영аю. Держи. Внутреннее сопротивление. Пр vastlyаются в подход. Ок. Держи. итак друзья вместо старой платы установим плату вот такую вот она меньше по размеру но главное она поместится по ширине такая же будет как аккумулятор и эта плата на 15 ампер тока отдачи здесь есть радиатор как помните здесь радиатора на силовых мосфетах не было из-за чего если обратите внимание видите вот это место было под мосфетами как раз от перегрева видите были такие какие-то места как бы пригорелые и так плату будем устанавливать вот в это место примерно вот здесь минусовой вывод всего аккумулятора это плюсовой вывод то есть плата будет расположена примерно здесь сейчас закроем электроизоляционным картоном новым вот данную часть установим плату припаяем минусовой вывод к минусу аккумулятора б минус на плате к минусу аккумулятора самым коротким проводом далее будем производить распайку балансировочных проводов итак друзья смотрите припаяна плата припаянная плата припаянная плата на минус платы б минус к минусу аккумулятора припаяны силовой минусовый провод плате и провод для зарядного устройства также припаяны плюсы красный плюс и красный на зарядное устройство к плюсу аккумулятора вот таким вот образом сейчас будем распаивать шлейф балансиров плата припаяна друзья сейчас проверяем правильность распайки балансировочных проводов для этого берем тестер предел измерения 200 вольт напряжение берем силового кабеля силового провода вот отсюда плюс и минус так взяли плюс взяли минус напряжение 41,8 вольта аккумулятор практически полностью заряжен так и для проверки минус берем это мы берем с выхода платы а вот теперь со входа платы тоже самое 41,6 ну и также напряжение на плате там где идет провод для зарядного устройства 41,6 все друзья плата работает распаяли мы все правильно сейчас запакуем аккумулятор передадим заказчику и установим на самокат итак друзья заказчик привез самокат сюда и попросил установить правильность аккумулятор хотя ничего сложного здесь нет на 4 винта крепится и закрыть деку вот смотрите интересный какой момент мотор мотор 300 ватт мощностью а вот это вот его контроллер смотрите что самое интересное то что два вот идет три фазных провода и как видите вот это вот изоляция под изоляцией провода подгорели что это значит это значит была настолько большая нагрузка на мотор что вот эти вот тоненькие провода в месте контактов стали подгорать вот такая вот особенность сейчас установим аккумулятор на его место и вот вот Субтитры сделал DimaTorzok